У нас все пытаются подвести под какую-то законодательную базу. Вот, допустим, если взять фастфуд. Я говорил с врачами, вот такие частные беседы. То есть у меня один врач знакомый, родственник, он сказал, ты не бываешь в Макдональдсе? Я говорю, ну, я могу там раз в два-три месяца. Он говорит, ни в коем случае туда не заходи. Вообще, говорит, старайся не заходить. Это знает человек, он в курсе, как это делается, из чего это делается. Он проработал в Германии несколько лет. Там тоже врачи знают о проблемах, которые может человек поиметь, посещая постоянно фастфуд. Заведение, которое торгует фастфудом. Мне кажется, для этого достаточно. Для того, чтобы оградить ребенка от этого питания, достаточно говорить с ним в семье и поговорить в школе. Объяснить ему, что вот это действительно вредно. Или на гамбургере, чтобы как на пачках сигарет, размещать там эти кишки размотанные. Я не знаю, может. Допустим, потому что некоторой законодательной инициативой была инициатива помечать товары фирм, которые сотрудничали с нацистами. Причем депутат, который с этой инициативой выступил, он ездит на Мерседесе. Чем занимался во время войны Мерседес? Концерна БМВ или Хьюго Босс, допустим. Думаю, объяснять не надо. И когда читаешь это, думаешь, вот люди 70 дней отпуска имеют. Неужели они за 70 дней, их мозги все-таки не в состоянии отдохнуть так, чтобы потом не выдавать вот такие инициативы на гора, которые кроме смеха ничего не вызывают. Я не вижу причин для того, чтобы принимать такой закон. вот именно Афа-студия. Потому что принять любого закона, это какие-то деньги, это какие-то формуляры, это какие-то перемена. Я не знаю. То есть, на мой взгляд, эти деньги лучше отдать детские дома, ну, или нуждающимся людям. А тот, кто не ходит, он туда ходить не будет. Ну, просто этому человеку надо пояснить. Вот и все. А ребенку, если он вот увидит закон, ну, против закона же у детей там, у юношей. Ну, как, нарушить-то надо? Я не думаю, что закон вот такой стоит принимать. Да, это вредно, безусловно. Это вредно. Но как-то надо по-другому это решать. Опять же, самоконтроль должен быть, да, какой-то.